Всем привет! Я везу в театр на что-то наподобие балета, какого-то современного. Становщик очень симпатичный итальянец, так что посмотрим. Обожаю ходить пешком. Смотрите, домики симпатичные вокруг. Я, как всегда, без компании иду одна. Вот он, театр наш, парк-театр. В общем, пришла я после балета. Если честно, мне не понравилось. Или что мне не понравилось больше всего, там нельзя было снимать. Ох, зачем я пришла вообще сюда? Я вставлю вам фотографии с их сайта, чтобы показать вам просто, чтобы вы имели представление. Возможно, будет интересно. И я думаю, завтра я еще куда-нибудь обязательно схожу, потому что хочу снять вам несколько каких-то интересных мероприятий здесь в Голландии. И вообще для себя решила, что я постараюсь каждый день обязательно куда-нибудь ходить. Я вот уловила такую тематику, что женщины были с мужчинами в одинаковых костюмах, мужских, таких как Тореадоры. Потом, наоборот, мужчины были в пачках. Сегодня я планирую сходить в музей. По-моему, это музей современного искусства. В чем прикол? Прикол в том, что в музее обычно стоит евро 15 вход туда. И там постоянно какие-то новые экспозиции. Поэтому, знаете, каждая экспозиция по 15 евро, мне кажется, это не стоит того. А сегодня, по-моему, у них каждый вторник такая акция, что с 3 до 5 дня можно прийти туда бесплатно. И я очень хочу туда попасть давно. И вот сегодня я думаю, блин, почему бы и нет, как бы. Тем более бесплатно. И, в общем, хочу попасть туда и постараюсь вам все заснять. И еще мы сегодня встречаемся с девчонками. Возможно, даже мы куда-нибудь вместе пойдем, я еще не знаю. В общем, сейчас посмотрим. Так, мы пришли в музей. Давай. Ну, маши, я тебя снимаю теперь. Так, в общем, мы пришли в музей. Ван Афгар музей, называется? Давай. Начинаем. Пойдись. Что-то здесь не могу? Смотрите, комната под открытым воздухом. Все желтое. Любимое место. А что вы думаете по поводу этой картины? Очень-очень классная. Какая философия здесь заложена? Какая философия здесь заложена. Слишком шикарная картина. Я не знаю, что это значит. Тут подписано название машин и под ними корону. Вот, например, Мазурати. Мне кажется, ничего похожего на Мазурати я здесь не вижу. Это называется люхт атака. Это что, атака? Воздушная атака, типа, короче. Больше похоже, как будто ребенок нарисовал. Вот мы стояли на самом русской картины. Мы сразу поняли, что это русский автор. Как оно и есть. С русскими женщинами. Мне кажется, здесь под каждой картиной надо писать, под каким наркотиком она была написана. Потому что я вообще не понимаю, что здесь изображено, если честно. Продолжение следует... Как вы думаете, что это за картина? Я не знаю. Можно отличить волосы. Скорее всего, здесь заложена очень глубокая философская мысль. Так же, как и вот в этой картине. Страшно, короче. Смотрите, опять походу русский какой-то художник. Фотограф. Мне кажется, этот музей надо называть музеем наркомании. Смотрите, какие странные парамеграфические картины. Просто что-то непонятное. Мне надо будет ставить видео детям до 18 и не смотреть. Упокойся. Я сделаю живым тебя. Я тебя люблю тоже, но ведь мы не сможем вместе жить. Таник. Опять русская, по-моему, что-то. Смотрите, здесь мыльце старой. Как они называются? Таник. Рыбка. Скорее всего, соленая. Хотела. Тельняшка. Прям, короче, очень много цифруского. Титаник. Наружная. Детям до 18. Рыбка соленая с чесночком. Панцирь черепашек. Такс. Икона. Балкон с коврами тут. Ковры сушатся. Туалетная бумага. Не знаю с чем. На ней. Машинка ГАИ. Детская милиция. Унитазы, смотрите. Много унитаза. Это наша Аленка. Продолжение следует. КОНЕЦ. 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 Короче, я сижу в машине. Слушайте, я теперь хочу домой себе такой домик. Штабик удобно как-то комфортно только на штате. Скажи Дима, какой-то дайте привет России? Конечно, я продаю. Привет, Россия. Долго учил. Привет, Москва. Конечно, конечно. Я долго, 8 лет я жил в Москве. Конечно. Ну вот, теперь в России. Россия. Я-а-а. КОНЕЦ. Вот и вдохновление продается. Грибочки. Подвесочки в виде руки или ноги. А есть сережки в виде ушей. Это такой вот гриб, который похож совсем не на гриб. В общем, Ольга, подведем резюме нашего похода в музей. Тебе понравилось? Поэтому он сексуально озабоченный музей. Ну, короче, музей озабоченный такой же, как все музеи практически в Голландии, но... В общем, это бесплатно, интересно посмотреть, но за 15 евро мы бы не пришли. Так что, если будете в Эндхоу, можете и не ходить. Посмотрите это видео просто. Так что вот, всем пока. Мы пришли гулять.